Добрый! Слушаете вы свое радио? Понедельник сегодня, новая неделя началась. И, как обычно, с 8 до 10 в этой студии живые музыканты, живые люди, с которыми мы, естественно, живо беседы-беседуем, песни их слушаем, всякие разные бредни иногда бывают, ну и какие-то истории из жизни. Как всегда. Впрочем, надеюсь на ваше пристальное внимание, потому что коллектив здесь сегодня удивительно замечательный. Коллектив, который год назад принимал участие, собственно, в открытии радиостанции, я имею в виду в том концерте, который был посвящен открытию здесь в студии, ну и ровно через год они здесь, в день рождения радиостанции под названием «Свое радио». Сегодня ровно год, как станция вещает, и очень, я бы сказал, символично, что эти ребята сегодня здесь. Но традиция из традиции, мы ее нарушать не станем. Сначала первая песня, после чего, естественно, я назову коллектив, поименно их представлю, ну а дальше уже все потечет своим чередом. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который, как я уже сказал, открывал один из тех, кто открывал наш эфир 26 октября прошлого года Имею в виду концерт, который был здесь, живые выступления в честь открытия радиостанции Ну а сегодня они здесь опять же, опять же, не случайно Ну потому как год символично, именно поэтому здесь сегодня группа Быстро время прилетела Невероятно быстро время прилетело Здесь действительно уж никаких слов не сказать других Невероятно быстро прилетело Я думал, вы нас на кашу позвали Время На месяц Хочешь каши? Не проблема, сейчас организуем В общем, в принципе, мы отнемся, сделаем каши Как с нами связываться? Надо сказать об этом Обязательно, мне кажется, 4647 Это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои, пробельчика А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу Либо нам, как хотите Хотя с нами вот лучше не связываться Ну, это могут быть эмоции Это могут быть впечатления какие-то Это могут быть вопросы Ну, в общем, все, что хотите, то и пишите Группа, официальное сообщество радиостанции Свое радио ВКонтакте Там все уже давным-давно выложено То бишь анонс фотографии В самом тексте анонса, в телеанонса Название коллектива Ромарио выделено синеньким Значит, активная ссылка, кликая на которую вы Оказываете на них в сообществе Можно писать в чатах Один из которых на сайте своего радио Своярадио.фм Там прямо справа видно чат По-моему, все очевидно Пишите туда, пожалуйста Можно видеть все, что в этой студии происходит Если вы посмотрите чуточку выше Ну, в самый верх, в шапку Рядом с логотипом на сайте Есть плеер такой длинненький Слева в нем онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Это чтобы смотреть синим кружочком Кликаете, и вот вам картинка Которую предоставляет Планета.ру Спасибо огромное Мы говорим о этой замечательной Краудфайдинговой платформе Там тоже есть чат, в котором Также можно отписываться В общем, все сказал, что нужно для коннекта Ну, а теперь уже, естественно Поговорим с музыкантами И поговорим с теми людьми Которые нам пишут Тут Юля мне маякует Что многие уже пишут Ну, правда, правда Есть масса интересных Вот одно, например Я, кстати, извиняюсь, что перебил Я сейчас подумал, что ты сказал про чат И у меня пришла мысль Усталость забыта, колышется чат Помнила такая песня Хорошо Вот, и вот как раз там чат, видимо, заколыхался Заколыхался, еще как заколыхался Вот, например, сразу, чтобы было всем нам весело Александр из Кентукки Причем это не шутка, это реально Кентукки Он пишет Кантри из России В штате Кентукки На родине Блюграсс, например Кто-то скажет Так не бывает Но факт есть факт Это круто Пишет Надо сказать, что Александр из Кентукки Это человек, который как-то неоднократно писал У него Удивительно Как в Штатах принято Домик и полянка, да А рядом с домиком другой домик Вот у него сосед есть Джон Джерри Сосед, который периодически А Саша, он включает колонки громко И слушает программу «Живые» на полный звук И тот периодически захаживает К нему послушать музло из России И когда группы поют по-английски, например Он сидит и удивляется It's Russia? Он говорит Yes Вау То есть круто А сейчас, понимаешь, кантри из России И вот Александр из Кентукки Родина, собственно говоря Кантри это очень сильно накрывает В хорошем смысле Это же круто Джерри надо привет передать Да, большой привет И это на самом деле Нас сейчас нагладывает Какую-то двойную ответственность Что-то там Тройную Носители Слушаю Тройную Вот что мы должны сделать С самого начала, ребят Вот какая штука Как только был опубликован анонс Я, правда, дико удивляюсь Тому, что люди в России Пока не очень в курсе того Кто такой Ромарио С точки зрения произведений Творчества его Не только своего коллектива Но и других рок-звезд И мне это кажется Очень несправедливым Потому что в анонсе Выложена песня Москва-река И тут же начали писать А что, это Ромарио, что ли, песня? Да, блин, это Ромарио песня И песня Таня Дура Которую Маргулис поет Это тоже Ромарио И еще десятка-два песен Которые поют все наши звезды Начиная с Макаревича И заканчивая Кому-то целый альбом Написал, господи Иван Рондо Группа Рондо Группа Рондо Это все тоже Ромарио Это я сейчас сообщаю тем, кто не очень в теме Не очень в курсе Вот этот молодой человек Которому тогда был совсем Может сопляк по-хорошему Если так уж говорить Вообще сопляк был Сколько тебе было лет-то? Двадцать копейками? Смотря когда что? Когда родился, да? Нет, как ты начал свои песни отдавать уже Ну, 21 год первый раз Мальчику был 21 год Первый опыт Когда звезды первой величины нашей рок-сцены Заинтересовались его текстами И его песнями И стали их петь Эти песни А сейчас Ромарио Замечательно воплощает в жизнь Все свои идеи В своем собственном коллективе Это я всем тем, кто начнет Если вдруг Будет какая-то песня известная Сегодня звучать Рассказывать Это же песня Маргулис Да Это песня Ромарио Которую поют и Маргулис в том числе Я немножко жестковато, конечно Себе сейчас позволил Но просто очень раздражает Когда люди проявляют свою необразованность Понимаешь? Очень Все в порядке Очень меня это Вот за тебя Вот я за тебя порву Обидно, понимаешь Можно что-нибудь такое известное Действительно Сразу раз уж я начал Известное? Ну такое известное Которое как бы не ты Как бы не твое Как бы все думают Что это не твое Ну да Что-нибудь Естедай Естедай? Да, это тоже его Кстати Мы забыли представить вам Автор песни Естедай Не хотели Это шутка Не хотели сегодня Эту песню мы значит Петь Но надо Ладно Ну надо Песня называется как раз Вот только не река А Нева Песня называется Москва-Нева Споем ее И будем И споем потом что-нибудь еще Такое немножко другое Но тем не менее Конечно же Без этой песни Другая Кто так повторил Другая Но тем не менее Естественно Без этой песни Много чего бы не произошло Мы ее очень любим Ценим И в Кентукки Мне кажется Тоже должны пару Запрещенных аккордиков Полюбить Москва-Нева Для них-то это свои Москва-Нева Да Я оговорился безусловно Москва-Нева Это тоже песня Ромарио На всякий случай Погнали Как всегда Живой звук Программе Живые У твоей Москвы И Японии Вы Стало общее что-то Наверное бы Ты светла Он в му Спорит у культур Он опять за пореврик А ты за бордюр Ты не видела Белых ночей Из сторон Петрограда Он не знает Хитровских дворов И булгаковских мест Он не знает Сможет тебя никогда Проводить до парадной Да И ты не узнаешь Какой в его доме подъезд Но у твоей Москвы И Японии Вы Стало общее что-то Наверное бы Ты светла Он хмур Спорит у культур Он опять за пореврик А ты за бордюр Ты услышишь Как нежно звучит Он хмур Спорит у культур Он опять за пореврик А ты за бордюр У твоей Москвы И Японии Стало общее что-то У твоей Москвы И Японии Стало общее что-то Марио здесь сегодня Мы эту тему Больше сегодня поднимать не будем Те кто подключится позже Это уже ваша проблема Рома Луговых Написал огромное количество песен Для так называемых Великих русских рокеров И они поют эти песни И получают от этого Сами удовольствие Но Рома имеет Возможность И я бы сказал Даже талант И наглость В хорошем смысле Петь свои же песни Самостоятельно Вместе со своим коллективом А я пока не получаю удовольствие Я получаю авторские А ты получаешь авторские В этом смысле Ты имеешь конечно наглость Но удовольствие Я полагаю Имеет все Кто слушает тебя В принципе Например Михаил Якунцов пишет Первый раз группу слушаю Первая песня понравилась Приятная музыка В основном металл слушаю Разнообразить Тоже надо свой плейлист Вот сегодня Для человека откровение Понимаешь какая штука Григорий Грус написал Вот что Семен Дак еще на нашем Были живые Для меня Ромарио открылся Я был чрезвычайно удивлен Тут нецензурно Одним словом Ближе к теме Сказал он Настолько я был удивлен И потрясен тогда Масса чего Сразу хочу извиниться за вопрос Но все таки интересно Как песня Ромарио Здорово жить Попала в одноименную программу На одном центральном телеканале Это был спецзаказ Или дело случая Как говорится Максим Зверев спрашивает Ну конечно Это дело случая Что появился такой спецзаказ На самом деле Это такое Стоит понимать Эфир первого канала Особенно ежедневный Это самый лакомый кусок Для любого автора И тем более исполнителя С учетом того Я не являюсь артистом первого канала И там То есть я не знаю Что должно произойти Чтобы меня туда позвали Но так получилось Действительно Это было воле случая Что я до последнего Был уверен Ну хорошо Песню уже взяли Уже мы ее записали Они уже Ну наверняка Кто-то ее перепоет Потому что Ну нет До сих пор За последние пять лет Нет ни одной песни В эфире первого канала Которая каждый день Выкрутилась В эфире первого То есть нет такой второй программы Которая начинается Заставки Я имею ввиду ежедневные Почему программа Время Да Кто ее поет Никто Заставка одна и та же Просто Там уже умер исполнитель Она уже Просто музыка звучит Они же лайв раньше Сразу Шикарный день 46-47 Это короткий номер Для смс К своей Пробил Дальше ваше сообщение Но Как ни крути Ответ ты дал В любом случае Ответ по-моему Очень хороший Правильный Что касаемо авторских Ну давай Я уже не хочу влезать Конечно в суммы Но ты хоть получаешь Да Я могу сказать Что 80% авторских Не буду кривить душой Это же моя профессия То есть Ничего в этом такого Зазорного Что я получаю За это Еще иногда деньги 80% авторских Я получаю Именно с эфиров Первого канала За программу Здорово жить Круто Вот это да Включил Поющих подождем И восторги Ребята Вас нужно После вечерних новостей Ставить Волшебное лекарство Которое Так требуется Всем нам Даниил Артемьев Даниил Артемьев Вот что написал Спасибо Кирилл Денега Вопрос такой Вы писали песни Для других А что сподвигло Вас начать Самореализовываться У ребят Большой концерт Со струнным квартетом Но это мы Поговорим отдельно Об этом Да Это в твой день рождения Будет Ну это мы будем Запоздало отмечать Мой день рождения День рождения группы Окей Окей Ну так вот Что тебя сподвигло Ну мы начали Десять лет назад В Екатеринбурге Естественно С того что мы Эти песни пели 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 Потом переехали В Москву То есть мы с Калямбой Ну и с парнями То есть с Саней Мы играли Не москалям А мы с Калямбой Мы с Калямбой А то прозвучало так С Саней Москалямбой стали Москалямбой Последние десять лет Восемь Москалямбой Ну у тебя Новое погоняло Теперь Дело в том Что в нашем случае Это получилось Получилось так Что это единственный Инструмент Продвижения Нашего творчества Это исполнение Наших Благо Есть такой инструмент То есть у нас По крайней мере Были песни С помощью которых Можно было как-то Немножечко двигать То что мы делаем И мне пришла такая идея Давно Мне еще в Екатеринбурге Говорили Я же много-много песен Писал И мне говорили Что вот перейдешь в Москву Отдавай кому-то Эти песни И Хорошая возможность Вот И В какой-то момент Я в Москве Только занимался тем Что фото писал Поигрывал Так мы иногда Играли тоже С москалямбой Где-то В две гитарки Какие-то Разовые Раз в полгода Концерты И в 2012 Году Мы записали Наконец-то Свою сольную пластинку И под это дело Под презентацию Снова вернули Тему с Саней Скали Давайте Хватит уже Заниматься Артема Вячеславовича И мы Воссоздали Такой Канонический состав Группы Вот И с 2012 года Имеем счастье Эти песни Играть Это понятно Рома Смотри какая штука В любом случае А так мне конечно Жажда на живых Опасно Ну это понятно Опасная Опасная Ведь черт возьми История Потому что Песню ты отдаешь Ну скажем Сюткину Вот та же Москва-Нева Сюткин поет Эту песню Ее знают Как песню Черт возьми Сюткина Даже что-то там Громофон какой-то Выиграл Золотой Золотой Громофоб Громофоб Вот И вся страна знает Потом вдруг ты поешь И народ начинает Так как Это же он чужие пе Вот как-то надо Все-таки делать Все возможное Мы это делаем Сейчас активно Что Чтобы люди понимали Что это твои песни Эти люди Ну просто их исполняют И самое-то интересное Ты начал отдавать Вот интересное дело Приехал молодой человек С Урала Из Екатеринбурга И стал предлагать Свои песни Звездам А они вот как-то Берут все И берут подряд Понимаешь Вот прямо просят Даже и просят Напиши мне альбом Ну может они не самые Просто Противные оказались Вот все они Не самые противные Я что-то с трудом Представляю себе Чтобы они вот так С таким удовольствием И радостью Брали бы песню У кого-то другого Давай не будешь Прибитняться То что у тебя шикарные тексты Шикарные Сам по себе тексты И песни Это факт Это абсолютно И нефиг скромничать здесь Ты от первого канала бабки получаешь И нефиг скромничать здесь Вот я тоже сказал Что скромничать Конечно Вот и все Сиди, терпи Были бы Если бы эти песни Не нравились этим Те артисты Которые поют эти песни У них есть Возможность Выбирать Они имеют роскошь Петь только то Что им нравится Вот-вот-вот Только на личной симпатии Перечисли этих людей Чтобы мы уже тоже Эту тему закрыли Кто поет твои песни Чтобы потом у народа Тоже не возникал вопрос Аркадий Укупник Дай ему Бог здоровья Вячеслав Малежик Так Вячеслав Добрынин Так Юрий Антонов Так Виктор Чайка Так Группа Белый Орел Так Балаган Лимитед Так Кай Метов Так Воровайки 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 Но воровайки украли У меня песни На то и воровайки Так Так Лук-лучок Кто что я? Лук-лучок У меня украли воровайки И перепродали Ладно Давай без иронии Давай честно Честно? Честно Ну вот Валерий Все-таки например Так Ты же только что Всех назвал Нет Не всех Я могу кого-то забыть Это просто мы пускаем Пырь в глаза Я могу кого-то забыть На пальцах Максим Васильев Антонов Это шутка была Балаган Лимитед Да нет Это шутка Ребят Стоп Запись сначала Это была шутка Сегодня много шуток будет Но если без шуток Верьез Воровайки Серьез Если без шуток И всерьез То песни Ромарио поет Сюткин Маргулис Группа Ронда Целый альбом А вот я вспомнил Я написал Недавно Две песни Для нового альбома Александра Кутикова И так как мы долго Очень с ним Эти песни пишем Точнее он долго работает Прямо очень кропотливо То я недавно Забыл вообще Об этом факте Того что я написал Зимой ему Именно стихи Мелодии И когда он мне прислал Уже готовую песню Я был шокирован Потому что я ее слушал Как первый раз И как чужую И мне она очень понравилась Так Кутиков Макаревич поет что-то Ну мы с ним записали В свое время дуэт Дуэт Так Он ее не поет Он поет только в наших концертах Как в качестве Приглашенного гостя Ну так вот На секундочку забегает Макаревич в гости Группе Ромарио Попеть песен А мы с ним Прекрасно выпиваем водочку Это он любит Да это я понимаю Понятное дело Но я к тому что так На всякий случай Это все или нет Или еще кто-то Кого-то я забыл Скромный блин Скромный блин Ну что ты скромничаешь Скромностью Дорогу вперед Себе никогда не проложишь Еще один моментик Значит Хотелось бы уточнить еще раз Рома пишет песни целиком То есть музыку и текст Или же есть варианты То есть чужой текст Или там чужая музыка Ну вот вариант С Кутиков например Когда я пишу на его музыку Стихи Какие песни О каких песнях ты говоришь А вот Вы сейчас их услышите Скоро в эфире На двух очень крупных радиостанциях Выйдет песня Я кстати не знаю Как он А он и назвал Снежок Почти как лучок Да Снег-снежок А я такая дурочка Да-да-да А я такой вот Кутиков В этой песне Опять же Ладно не буду рассказывать Послушайте Скоро будет Кутиков песня Снежок Вообще Я сам удивился техники Кутиковская Называется Родина У нас называется Солдаты А у него Родина Называется Родина И как бы мы К песне Кутикова Отношения уже не имеем А к нашей песне Он имеет отношение Такое что Мы поем на его музыку Эту песню Так музыка его Снова Текст твой Он слегка его поменял Нет А как Ну как Я же помню что текст твой Да Так Это музыка его Слова мои И этот вариант Исполняем мы Александр Кутиков Всполняет вариант Песни Слова которой Написал Вова Ткаченко Из группы Нда Род Ага Но на твою музыку На музыку Кутикова На музыку Кутикова К той песне Никакого отношения не имею Я помню какая-то была история У вас с этой песней связана Вот и только что я тебе рассказал Все запутано Все запутано Это наш мексиканский сериал Все поменялось У него была мелодия Я написал на нее слова Вот так вот А вот Но Потом Нас Мы там не договорились По поводу этих слов Угу И на его мелодию Вова Ткаченко Написал другие слова Которые он поет А мы поем Эту песню На свои слова С его разрешения На его музыку Вот и все То есть это можно сказать Что мы поем песню Кутикова А не Кутиков поет нашу песню Вот чтобы расставить точки над их Вот так Все Теперь все более-менее понятно Хотя я запутался еще больше Но это все уже мелочи Это все уже ерунда Можно мы еще запутаем сильнее Да Мы сейчас как раз Раз уж про здорово жить заговорили Мы заодно обкатаем У нас скоро будет юбилейный концерт В пятницу И мы там Такое папури одно приготовили В хорошем смысле Расскажи об этом концерте быстренько Прежде чем пойдешь на папури Мы сыграем А потом расскажем Это так быстро не рассказать Про этот концерт А хорошо Давай И там как раз такой номер И нам нужно его обкатать Потому что одно выступление Одна игра на людях Это заменяет 10 репетиций Это доказано всем Понятно Пришли порепетировать сегодня Да Пришли порепетировать Ну давай Потому что песня Здорово жить она в 45 секунд И как-то особо ее не попоешь на концерте И мы подумали А что если все наши песни Так вот по 45 секунд сделать И вот в общем Такой краткий экскурс Наше творчество Все готовы И Артем Вячеславович И Саша Фомин И Калямба Все подраскроются У нас Калямба готов Все должны иметь Свои 45 секунд славы Ну ладно Песня называется Папури Исполняется Во вторые разы По сути дела Это по сути репетиция Еще одна генеральная репетиция Этого папури На сей раз в программе живые Папури Как всегда живой звук Раммарио здесь Здорово жить Смотря на мир с любовью Здорово жить И без котлет с морковью Здорово жить И быть с таким здоровьем Сразу к тещи И свекровью Здорово жить Пускай в кармане Пусто Здорово жить Вот высшее искусство Здорово жить И удивляться снова Жить так здорово Здорово Жить так здорово Здорово Жить так здорово Здорово Город снова ждет Предоставив услуги Парманы, друзья Официантки, подруги Где-то ставят плюс Где-то круга по кругу Грех на выходных Не предаться досугу Самый красивый Самый красивый счет Не остановит Не остановит нас Как же нам жить Как же нам жить еще Если такое Если такое Соблазн Я хочу быть Я хочу быть как Бекхэп Я серьезно настроен Отталоном успеха Настоящим героем Ищет свои нервы Быть позом и везде Исключительно первым И настанет мой день Может я не везучий Не добился успеха Я кручу мячик круче Круче, чем Бекхэп Донго выводит случай Будет, он не даст смеха Я кручу мячик круче Круче, чем Бекхэп Ты вернешься в мой неприбранный дом Жаль, не знаю, когда Слезы радости я скрою С трудом А прощу Без труда Ты ушла за счастьем В беззвободные края Но не обольщайся Твое счастье Это я Ты ушла за счастьем Только я не стал Сжигать мосты Просто возвращайся Мое счастье Это ты Клава, Клава А вон априя лава Я тебя хочу, хочу, хочу Хочу признаться вам по правде я Мне запала в душу Клавдия Она моя навязчивая идея Хочу, чтобы она всегда была там, где я И чтобы доказать ей свою любовь Я выучил пять иностранных слов Клава, Клава А вон априя лава Клава, Клава А ушко-то жевчу Клава, Клава А вон априя лава Это значит Я тебя хочу И чтобы доказать вам свою любовь Мы сейчас споем Про вот бы вновь Про вот бы вновь на ту квартиру Чтобы пить все выходные Но разбросаны по миру Нынче все мои родные Вот бы вновь на ту квартиру Чтобы пить все выходные Но разбросаны по миру Нынче все мои родные друзья Родные друзья Распахнулись небеса Перед взлетной полосой Мы необратимо набираем ход Десять-вадцать на часах Страх сковал мое лицо Дайте выпить Что-то я совсем плохой Но только строгий экипаж Не позволит эту плаш Отправляясь хоть куда-да-да-да-да-да Выбирайте поезда Вот такие аплодисменты звучат Да, вот так И все-таки Жить так здорово Здорово Здорово, Ромка, здорово Здорово, друзья Жить так здорово 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 Жить так здорово Здорово Жить так здорово, здорово, здорово С днем рождения 26 октября День рождения Слава Радио Нам годик Годик нам Исполнился именно сегодня Кстати да Надо обязательно сказать Что сегодня За звукорежиссерским пунктом Александр Лепешки Я пытался А когда был состав группы Хотел сказать Но самое главное Что сегодня Такое счастье Что в радиоэфире Не только на концертной площадке У нас вот к сожалению Не все концерты Саня дико востребованный Звукорежиссер Может быть самый востребованный И мы не всегда Имеем счастье С ним работать Но везде У нас указывается Звукорежиссер Наша гордость Александр Лепешкин И сегодня Он еще в эфире Своего радио Это такое счастье Санечка Спасибо Мы тебя любим Просто это группа Пара Марио Саша Лепешкина И группа Пара Марио Без Саши Лепешкина Это две разные группы Саша полноценный Музыкант Саша Он не так давно Стал частью программы Живые Спасибо ему за это большое Удивительно Да спасибо Мне ничего удивительного Все свои Ты же понимаешь Что все свои Хорошие люди Стекаются в одно место Куда? На свое радио Спасибо не скромно Но сегодня можно День рождения у нас все таки Давай-ка теперь Рассказывай концерты Ты сказал что это Долгая история Да друзья Если вдруг Вы недалеко от Москвы И у вас пятница Свободна Я был бы дико счастлив Пригласить вас На наш юбилейный концерт Который пройдет уже в эту пятницу В 8 часов вечера 30 октября 2015 года В ЦДХ Центральный дом художника На Крымском валу Прекрасная камерная площадка На 500 мест Сидячая И небольшая И все что там Все что хотелось нам Сказать За последние 10 лет Будет полностью сказано Там Мы будем играть Все группы В сопровождении Еще струнного квартета Аристократ Андрей Вадимович Макаревич Будет рисовать Иллюстрации Почти каждой песни На большом проекторе В реальном времени Все это Лично будет Будет сидеть за столом Между 11 и 10 рядом То есть он не будет С вами петь Он будет вам рисовать Да Вот знаете как Извинись Не забудь что Хотел продолжить Что хотел рассказать Анекдоты мне вдруг напомнил Вот неожиданно вдруг На секундочку Когда-то вот так случилось Что Леонид Ильич Брежнев Попросил своего водителя Подвинуться И сел за руль Да Решил сам прокатиться И вот он заезжает В Кремль В охрану Вся естественно Под козырек И кто-то значит Из милиционеров Другому параду Кто въехал Я не знаю Кто там едет Но водитель у него Брежнев Так вот Макаревич будет рисовать Картинки на концерте У Ромарио Сидя между 10 и 11 рядом Так Вот И мы Счастливо Пригласить вас Если вдруг Опять же вечер свободен Если вам понравились Наши песни То лучше На данный момент Мне кажется Лучшая возможность Нас увидеть во всей красе Это именно 30 октября 30-10-15 Называется концерт 30 октября 15-го года 30-10-15 30 лет мне уже 10 лет уже группе И 15 наших главных песен В сопровождении Струнного квартета Мы исполним А там еще и струнный квартет будет? Да А ты же мне об этом не сказал Ничего? Сказал Я даже сказал название Аристократ Нет-нет Ты не сказал об этом четко Конкретно И вот так вот подчеркнуто В сопровождении Струнного квартета Аристократа Вот так Это мало того Что вы все будете там Да еще и струнный квартет Фортепиано И в общем Будет очень красиво Еще будет специальный гость Секретный О котором ты конечно же не скажешь Как и мы не говорим О том секретном госте Который будет на нашем мероприятии 1 ноября Но точно так же Сшибающие мозги гость Как и у вас я уверен Абсолютно сшибающие мозги Скажи пожалуйста Не так давно На одной из Московских федеральных радиостанций Вышла в эфир Песня совместная А у нас На своем вышел клип В премьерах Видеоклип Ты не знал О том что мы в премьере Что клип нет Я думал что это просто песня Песню подожди Песню мы поставим Несколько позже Потому что поздновато Так Ко всем музыкантам Которые слушают эфир сегодня Большая просьба Присылать свои новые песни Чуточку загодя Потому что вот так вот Взять и отменить Все премьеры Там которые были заготовлены Ради того Я с удовольствием бы это сделал Но Я сам почувствовал бы себя При этом немножко Знаешь как Типа прогиб такой Потому что там Помимо Ромарио В этой песне Пардон еще два Замечательных именей Сам их назови Да Это Евгений Маргулис И Сергей Чиграков Он же Чиш С которыми мы Пять лет назад записали Совместный альбом имена И решили Пять лет спустя Отметить так своеобразный Наш только первый маленький Скромный юбилейчик Этого альбома Пятилетие Не какой-то Очередной пьянкой Которую мы очень любим Хотя это тоже будет Это было Потому что песня называется Улетаемое похмелье Не-не подожди Будет пьянка После концерта 30-го После концерта 30-го Будет все Но мы записали песню Которую неожиданно Взяли некоторые Федеральные радиостанции Потому что Уж последнее О чем мы думали Это знаете Это как вот этот ходил На побеге Швушенко Рыжий Ходил постоянно На комиссию По освобождению Его 30 лет И потом он пришел И сказал Что Ребята Давайте уже Поставьте себе печать И пустить меня Обратно в камеру И его освободили И так же Мы записали песню Уж то что Только радио пожалуйста Не ставьте их Потому что Это мы для себя сделали И тут Все сработало На борту Все радиостанции Поставили эту песню Хотя она Ну она и в своем Появится в премьерах Но мы таким образом Любым клипом Мы разогреваем эту историю Так что клип сейчас на сайте В премьерной Вот там плащика Есть премьера клипа Там этот клип Уже был показан Продемонстрирован В архивах он лежит Можете на него посмотреть А эти мы Мы ни разу в жизни Еще не играли Мы можем ее спеть Примерно И вот Давайте это будет премьера в эфире Да Это реально премьера в эфире Без Маргулиса и Чижа Ничего в авторском Ничего в авторском Исполнении Она я уверен Абсолютно не хуже Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Ромарио Че мы с Калембинадой Сейчас пошептаться решили Вдруг неожиданно Погнали 4647 Короткий номер Для ваших смс Сначала свои Пробил Дальше ваше сообщение Поехали Улетает мое похмелье В те безумные края Где с утра поется блюз и пьется ром Вроде сел давно на мелья Но вчера зашли друзья Не какао же глушит нам вчетвером Вроде сел давно на мелья Но вчера зашли друзья Не какао же глушит нам вчетвером Улетай мое похмелье Выдыхай вчерашний дым И забудь про то, что впредь не звенит Не дразни меня портфейнам Не гони за разливным Кока колокол Вовсю по мне звонит Не дразни меня портфейнам Не гони за разливным Кока колокол Вовсю по мне звонит Улетай, мое похмелье Поднимай меня с перьев И не злись на то, что я с тобой так струн Пахнет осень карамелью Пахнет счастьем аспирин Берегаром пахнет автор этих строк Пахнет осень карамелью Пахнет счастьем аспирин Аспирином пахнет автор этих строк Улетай, мое похмелье, улетай. Субтитры сделал DimaTorzok И, само собой, какими-то делитесь впечатлениями. Значит, вот какой-то был момент, который... Сейчас, 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 сейчас. Вот, Сергей Малянов пишет. А вот я считаю, что Ромарио — это шансон в самом правильном понимании этого слова. То есть именно вот таким шансон быть и должен. Ну, я не знаю, что ты нахожусь. Нет, я прекрасно понимаю ход мысли. И я, конечно, с ней полностью согласен. Потому что оно, в принципе, почти все свои жанры в своем каноническом вообще значении, в первичном — это в чистом. Это хорошая музыка в основе этих жанров. Нет, ну, шансон французского — это просто песня и все. Конечно, песня. Это у нас в языке приобрел уже. Это слово приобрело какой-то некий идиотский. Конечно, поэтому тут вообще сложно спорить. Еще там в шансоне есть один из смыслов, что там песни с историями с какими-то. У нас тоже история есть в песнях, поэтому я согласен. — Значит, клип такой спокойный, как и песня. Так смотришь сама головой, стараюсь резко не тряхнуть. Утренне сдержанное видео. Юля Усова написала, по-моему. — Злобные, да есть комментарии. — По-моему, хорошо. Злобные? Сейчас, подожди, попросим. Дайте злобных комментариев, пожалуйста. А то, что ты ребятам скучно стала. И в некотором смысле... — Я, если честно, не люблю злобные комментарии. Я люблю, когда хвалят. — А я пацанам тогда. Ты не будешь слушать. — Потому что интернет — такое место, где в основном ругают. И такой редко счастливый момент, когда островок добродушия. Это так приятно. Это на своем радио всегда отличало программы Семенов. — Спасибо тебе большое. Сегодня можно, сегодня день рождения. Год прошел. Просто сейчас интересно немножко так отмотать назад. Год назад в этой студии стенка была там, в редакторской, абсолютно голая. Чистая. Автографы только-только тогда и начали писать. Сейчас она вся уже... — Да, наше послание, оно, в принципе, выделяло. Сейчас я его не нашел. Я его не увидел. — Затерялось, да. И уже не одна эта стенка, а все по периметру. Вот за этот год, вот можешь вспомнить, да, что за этот год произошло? Ну, скажем, альбомы, концерты, вот масса песен, каких-то новых интересных событий. Дети родились. — Дети родились, во-первых. — Да, да, вот. У Саши, у Саши, Саша Фомина и у меня, у Саши родилась дочка, Александра Александровна. — Ура! А у меня, мы такие неоригинальные, Александра Александровна и Роман Романович. Прибрал нашу землю. Три месяца назад уже мой первый сын, второй ребенок, у меня тоже дочка. И вот, а у Сани первенец, или как, ну, первенцы и в женском вроде тоже первенцы. Мне интересно будет, конечно, посмотреть на Калямбу Калямбыча. Вот это будет очень интересно. Калямба Калямбыча. Интересно будет посмотреть на этого человека. — Нет, я думаю, что если проехаться по городам, которые Калямба посетила за последние 10 лет, то там уже, многие уже в школу пошли. Там такие уже, ходят такие бородатые, ворчуные, всем пальцем грозят учителям. Это особая примета, если увидите, что такие ходят. — То есть, я так понимаю, что у вас из всех ваших концертных поездок самый главный впереди бегает Калямба, я так понимаю. Вы его для разводу возите. Ну, так, чтобы разводить нормальных людей. Правильно, генофонд поддерживает. Что-то как-то он загрустил. Считаешь? — Детей, словно. — Считаешь? Итак, сегодня здесь Ромарио. И понятно, что это всегда весело и ясно, что с их песнями можно, наверное, и в бой, и в постель, и в дождь, и в слякоть. Вот народ, например, кто-то прислал сейчас фотку, ох, вспомнить бы, со снегом. Вот реально из-за окошка сейчас человек, сейчас я только найду. И хочу, вот-вот она, эта фотка от Алены. Эта фотка пришла. Говорит, не могу высунуться дальше, холодно. Из города Братска. Ну, в Братске уже выпал снег, ребятки. Сегодня 26 октября, а там уже, причем, такой хороший слой. Я так понимаю, что этот снег уже и не... Ну, и, судя по всему, не будет таять. — Знаете, как сотовые телефоны в Братске называются? — Как? — Братские мобилы. — Братские мобилы — это хорошо. Вот там, прям сугробы, прям люди ходят, следы оставляют там уже. Так что сейчас мы здесь, в Москве, в данном случае, сидим на улице прохладненько, но не холодно, ну, скажем так. А в Братске уже снег лежит. Вот что значит территория эта. Вот что значит огромная страна, Россия-матушка. И везде получают удовольствие. Значит, Александр Кирьянов вот что пишет. Можно было бы таким музыкантам дать и три часа выступления. Это мой злобный комментарий. Слушаю, и мне вдруг вспомнилось. — Спасибо, ругайте, ругайте. — Вспомнилось, пишет он, совсем недавно. Беседовали с другом, с друзьями о том, что... А где композиторы уровня Гладкова и поэты-песенники Размаха Энтина? Ведь и не видать, и не слыхать достойные смены. Ах, вот они где-то. Вот они где. Я не сравниваю стилистику уютность и настроение музыки. — А мне нравятся комплименты. — Похоже. Я на полном серьезе так думаю. Кстати, для детских песен роман-тексты случайно не пишет ли? — Да. — Уверен, что возьмись, роман-писай-тексты для детских песен получится не хуже, чем у вышеуказанных почтенных авторов. Это очень почтенные люди, и я с большим пиететом понимаю вообще масштаб личности, потому что писать детские песни, которые, во-первых, будут петь взрослые, понимать дети, и более того, дети взрослее находить у них еще второй и третий смысл. — А потом будут припевать роковые коллективы, типа «А, облака, белокрыл». Это-то дело как раз не хитрое. — Не-не-не, я к тому, что эти песни становятся не просто детскими, а становятся народными. Вот что важно. Там-то как раз вот именно в самом материале, в стихах и в музыке там большое величие. И, конечно, для меня, опять же, это как шансон даже еще больший комплимент, потому что вот я считаю вот этих вот людей самыми главными такими своими ориентирами детских авторов. Написать понятно для всех. Многие думают, что вот мы просто пишем. То есть это не просто написать простую песню, понятную. Вот. И как раз все детские там... Я особенно в последнее время читаю много детской поэзии уже непосредственно своим детям. И там есть какая-то, например, есть Трена Томуха, такая поэтесса, к сожалению. — Гениально. Всю ночь до рассвета, где-то там всю ночь до рассвета, на ветке сидела сова и песню сложила про это, а утром забыла слова. Все, конец стихотворения. Но это такой масштаб, это вот вроде, а при этом все на поверхности. Но мысль большая, глобальная. Поэтому детские авторы, это отдельно для меня... — Ну, у тебя же есть стишки детские. — Конечно, я стараюсь... — Ну, почитай. — Да? — Ну, почитай. Очень красивая же у тебя. — Ну, такой он прямо не детский детский, он просто для... для ребенка. — Однажды ты поймешь, что что-то понимаешь. Среди размытых лиц, среди забытых дней, Ты маму узнаешь и крепко обнимаешь, почувствовав, что нет ее родней. Однажды ты поймешь, что что-то повторяешь, И звуков череда слагается в слова. И маму в первый раз ты мамой называешь, Достигнув новой грани волшебства. Однажды ты поймешь, что ноги как-то сами, Неведомо куда, неспешно повели. И в тот момент, когда идешь впервые к маме, Ускорится вращение земли. И ты пойдешь вперед по самой твердой тверде, В мир красок, мыслей, нот, эпохам вопреки. И встретив на пути да Винчи, Данте, Верди, Не бойся им подать свои руки. Однажды ты поймешь, что смысла не имеют Ни добрые дела, Ни светлые слова, И не умные слова, Что мир несправедлив, что все вокруг умнее, И ты впервые будешь не права. Он сам тебя найдет, Надежный и упрямый, Серьезный и смешной, Единственный в судьбе. Однажды ты поймешь, Что тоже будешь мамой. Но тот рассказ уже не о тебе. Спасибо. Видели бы вы при этом, Как музыканты коллектива Пережидали. Пережидали. Замерли, прослушивая эти стихи. Я так скажу, что Это действительно дорогого стоит, Между прочим, Надо сказать. Саня, он так как-то почему-то, Ну, видимо, Перекладывая это на своего ребенка, Уже так это... У меня даже слезы выстрелы. Вот, я вижу, что да, Реакция такая. Артем Вячеславович, Он с каким-то таким подтекстом, Когда же это закончится-то уже, Господи, прости. И один колямба сидит и считает. Так, Воркута двое, Ярослава трое. Да-да, Воркута двое, Потому что двое уже сидят. Ну что, давайте... А знаете, почему вообще Воркуте нет хип-хопа? Почему? Потому что очень сложно Вырасти на улице. Давайте петь дальше. Что это будет? Давайте бабу сыграем. Опа, давайте. Ой, страшно. Давайте, давайте. А что страшно? Чтобы колямба там это... А, кстати, да, Перестраиваем. Я думаю, как раз самое время. Пока ребята перестраиваются, Я напомню, что Вы можете писать смски. Очень все просто. 46-47 короткий номер Для ваших смс-сообщений. Сначала пишите свои, Потом уже делаете Маленький пробельчик, И дальше ваше сообщение. Все это попадает к нам, Естественно, Может быть, вам просто неудобно В данном случае С вашего гаджета Отправлять сообщение ВКонтакт, к примеру. А также и ВКонтакте, А также и в чатах на сайте И на планете, Где есть картинка. Все, готово? Вот и. Поехали. Как всегда, живой звук В программе «Живые». Здесь сегодня Ромарио. Вот это точно большой привет В Кентукки. Потому что корни, конечно, Этой песни Остались на мике там. В похмельной мгле За стойкой баба Услышал я, Что на Руси Жила, была одна баба Жила в краю Нечистых сил В избу горящую Вошла бы И наскаку Коня могла Жила, была одна баба Но белый свет На крылом глаз Но белый свет На крылом глаз И осознав Беды масштабы Своих детей Перекрести Взяла метлу Одна баба И то метлой Давай мести По бездорожью И ухабам Гнала врага Ее метла Жила, была Одна баба И это баба Всех спасла И это баба Всех спасла В похмельной мгле За стойкой баба И я о ней Слыхал не раз Жила, была Одна баба В стране Похожи на баргас В тот год был шторм Трясло неслабо А впереди Белели льды И на корне Одна баба Но экипаж Добился в дым Но экипаж Добился в дым И осознав Беды масштабы Своих детей Перекрестив Взяла весло Одна баба И тем веслом Давай грести Закрой глаза Представь хотя бы Последний взмах Ее весла Жила, была Одна баба И эта баба Всех спасла Жила, была Одна баба И эта баба Всех спасла И эта баба Всех спасла Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Солировал нас колямба Но это я так На всякий случай Нет, у нас колямба А прозвучало-то опять Смотри-ка Интересная штука У нас с вами остается Браться полторы минуты До конца этого часа После этого я сообщаю Тем, кто может быть с нами Впервые Мы уйдем на паузу А после паузы вернемся И еще целый час У нас будет впереди Петь-то мы уж Ничего сейчас не успеем За полторы минуты Коротеньких таких песенок Я думаю, что нету А поговорить мы можем Надо напомнить еще раз Это важно Концерт Потому что у вас В эту пятницу Это у нас получается Тридцатое Тридцатое Правильно? Октября? Чего ты ржешь-то? Чего такое? Что случилось? Есть короткая песня На полторы минуты Уже Ее не спеть, да? Ну давай Давай Давай, ладно Давай Потом про концерт Давай Давай Сказал Артем Вячеславович Ее будет петь Артем Вячеславович Хорошо, Артем Вячеславович Поехали Отказываюсь Это понимать Все? Секунду У тебя еще минута Все? Расскажи тогда о концерте еще раз Перед уходом на паузу 30 октября В эту пятницу Восемь вечера ЦДХ Центральный дом художника Наш Юбилейный концерт Со струнным квартетом С Андреем Вадимовичем Макаревичем В качестве иллюстратора Наших песен И одним специальным гостем И также еще Праздничным салютом Условным Фуршетом Безусловно Обладателями двойных билетов В общем Все как мы любим Давки в гардеробе В общем Все забавы концертные Будут вас ожидать 30 октября 30.10.15 ЦДХ Группа Ромарио Милости просим Ну а мы пока прервемся Как я и сказал Вернемся в эту студию Буквально через 5-6-7 Знаменательное для нас событие С группой Ромарио Что там они собираются петь дальше Я не знаю Но Рома что-то там В гаджете своем Отписывает Семейство что ли? Я написал Смотри нас тут Сейчас А кому И послал ссылку А кому не скажу Ну хорошо Хорошо Раз послал сейчас Значит будет что-то сейчас Конкретное Раз это будет конкретное Я даже спрашивать не буду Что это будет за песня Пора петь Песню споем да? Да конечно Сейчас проверим Пауза была Пауза была большая Поэтому нужно что-то спеть Прямо сразу В начале второго часа Давайте мы споем рок-н-ролл Конечно Давайте споем Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Ромарио Погнали Раз Два Раз Два Три Когда я был худой, как Коля И беспечный, как Артём На дискотеке в нашей школе Всех расталкивал локтём И под присмотром алкоголя Смело шёл своим путём Своё радио Когда я был худой, как Коля Или беспечный, как Артём Когда я мог молчать, как Саня И курить, как Владислав Ко мне девчонки лив плясами На три буквы всех послав Они вокруг меня плясали Пели All you need is love Когда я мог молчать, как Саня Или курить, как Владислав Давай, гу-гу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мне этого не надо Я спокоен, как сэр Пол Но знаю то, что где-то рядом Соблазняю женский пол Под иностранные рулады И бессмертный рок-н-рол Молчатый курица не складом А коли с тём и рвут там в пол Молчатый курица не складом А коли с тём и рвут там в пол Молчатый курица не складом А коли с тём и рвут там в пол спасибо еще раз напоминаю сегодня здесь группа ромарио ну и что сейчас скажу одну вещь ты хотел какой-то же скача хотел сейчас скажу я опять-таки но оговорюсь при этом не значит что это тогда было хуже вот который раз вы уже в живых то третий 4 4 4 5 4 или 5 раз но это было когда-то в первый раз да и тогда я восхищался исключить 5 5 ну значит круто уже как как и растеряем он тоже 5 раз был у нас так вот тогда вот в первые разы я восхищался текстами я восхищался самим по себе построение музыки да вот имея ввиду вот ту историю которая называется аранжировка а сейчас я плюс к этому плюс ко всему этому ощущающие тем как вы это делаете то есть если я скажу что вы выросли за это время на моих глазах на наших глазах очень сильно может быть это будет для тебя каким-то неприятной такой вещи потому что раньше хуже были хуже не были сейчас стали еще круче то есть вот реально вы сейчас звучите настолько здорово и настолько монументально что вопрос остается один где откуда берутся люди которые вас не знаю вот с этим надо бороться вот например елена варнакова вот что пишет на после сколько-нибудь долгого пребывания на своем у любого человека подходит к концу запас положительных эпитетов и каждый в итоге отдает предпочтение одному определению которые используют чаще всего здорово классно отлично хорошо прекрасно я же как всегда скажу свое любимое душевно и уютно группу ромарио уже давно заприметила в своем эфире так что с удовольствием сейчас слушаю живую музыку спасибо давно это год то есть не ранее чем год назад елена заприметила группу ромарио ну благодаря по постоянной ротации в эфире своего радио мне же кажется что пора уже так что наши стадионы сейчас не собираются это уже как-то дело прошлого но тем не менее мне очень хотелось бы чтобы колямбой из лего собирает стадион это да это умеет да и вообще для колямбой вот этот твой комплимент что мы выросли для колямбой он особенно ценен поэтому я хочу чтобы 30 числа в цдх к вам пришло много народу чтобы кому-то не хватило даже билетов пусть человек расстроится но это будет признаком того что у вас действительно вот по-настоящему хотят любят и к вам действительно идут с удовольствием и с радостью спасибо это очень круто хотелось бы на этого этого хотелось бы искусственный ажиотаж создаем и мы специально пригласительные двойные выписываем нашим знакомым ну то есть на одно и то же место несколько людям даем чтобы чтобы какой-то вот искусственный называется ажиотаж ну ты бы мог этого не говорить так чтобы действительно люди когда пришли поняли что вау шутки это все шутки я думаю что ажиотаж будет и без всяких разных вот таких вот не не хороших вещей на самом деле 46 47 короткий номер для измск ваш сначала свои пробелы а дальше уже все что хотели бы адресовать коллективу либо вопросы либо ваши эмоции впечатления может быть какие-то мысли сопровождающие все что происходит в этом эфире а как у романа рождаются тексты разом стукнуло ну то есть вдохновение приперлось куда когда не ждали или это тяжелые творческие муки или все по-разному григорий горо спрашивает серьезно ответить на этот вопрос постарайся серьезно наконец-то могу серьезно просто ответить давай даже по как сказать исповедаться прямого эфире а на самом деле чем дальше тем сложнее и сложнее и раньше быстро писал тексты честно сейчас я трачу очень много на это времени и пишу гораздо меньше но каждое слово на вес золота как 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 мне кажется и прямо эти слова шлифую 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 поэтому гораздо меньше стал писать я поначалу только переехал в москву и вообще жил от первые там год такой вот свободной жизни оторваны от дома от себя каждый день писал песни вообще что мог написать 2 за сутки но 3 но художественной ценности вот с годами они ну там единицы какие-то кота пробились сквозь репертуар но на самом деле чем дальше тем меньше но мне кажется что они такие стали более основательные и более точные и по музыке и по словам но я так надеюсь и и все мне говорят старшие товарищи опять же даже кому я пишу почему я пишу много кому это мы старше нашим старшим коллегам потому что они цвет на очень мало стали писать и все мне говорят одно и то же что загадаем этот канал всю уже 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 космические мухи реже там спускаются на наши кочерыжки и я начинаю тоже потихонечку ощущать и как тот нужно на самом деле понимаешься нужно тратить больше времени написание и вообще меньше тратить времени ну на самом деле тут еще ты не забывай об одной тоже очень даже не по не об одной а нескольких очень важных составляющих всего этого семья дети опять же да да заботы дома все те причины тоже откладывает отпечаток на всех людей как как они говорили что ты наслаждаешься моментом пока ты один вот живешь в этой квартире да там сложнее там бытовых условиях финансовых там первое время никого не знаешь очень большая концентрация одиночества потому что просто даже круг общения несколько людей один только колямбой до колямбой то приехал никто не сразу чуть попозже да в общем я теперь понимаю что старшие товарищи имели ввиду но тем не менее пока есть же другие примеры то есть я смотрю как бэгэ каждый год по альбому делает еще какие-то выпускает параллельно альбомы песен не вошедших там пол маккартнин все равно старается он не как бэгэ конечно но все равно раз в три года круче естественно выдает по новой пластинке и что-то в нем остается такой вот драйв вот этот профессионализм и и какой-то дни за детский азарт ну казалось бы но он все уже знает про музыку давно уже может себе позволить он все написал всю эту музыку которому играм он придумал в нет человек пишет и это вот так прекрасные примеры для того чтобы дальше что-то делать не останавливаться тем более уж нам-то что останавливаться то есть мы все равно только там даже не на полу пути опять же постоянно говоришь нас мало кто знает вот я не так сказал не передергивай я сказал что немало есть люди которые вас не знаю их больше чем те которые нас знают и это прекрасный вообще мотиватор для того чтобы потому что новые люди и это понял для себя недавно завоевывать столько новыми песнями даже не записями старых давно сочиненных то есть нужно писать песни и записывать новые песни сочиненные вот сейчас вот данный актуальный период времени вот именно твоего внутреннего состояния потому что у меня есть там 300 незаписанных песен я понимаю сколько ну может 500 а вот но я не буду сейчас их записывать я буду записывать то что я сейчас придумал хорошо могу попросить песню да и главное чтобы мы умели играть но я надеюсь что эту песню эту песню то вы точно умеете играть что-то как-то засвербело пожрать захотелось я вдруг вспомнил про пельмени в холодильнике имеют место быть и подумал а почему бы сейчас вот не попросить у ромарио песню не кавер даже а песню игрушку песню издевку легкую но красивую издевку про пельмени но это и гимн такой наш внутренний гимн нашей малой родине и наши уральской национальной идеи пельменям и да и дань уважение господину цою давай так как всегда живой звук программе живые здесь сегодня ромарио поехали привет екатеринбургу 1 2 3 4 мы ребята уральский кровей там вся правда по праву правее майонез там жирней молоко там парней там гораздо приятнее держаться корней 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 Девушки отдыхают Пелемень Девушки отдыхают Пелемень Мы ждем пелемень Мы ребята уральских родей Мы ребята уральских родей Мы ребята уральских родей Мы ребята уральских родей Спасибо, овации нас не отвлекают Это вам спасибо Тут смс пришла Я думаю, что стоит ее зачитать Но уже хотя бы из-за того, что она пришла из такого региона Далекого от Москвы С днем рождения свое Спасибо большое, большое человеческое спасибо вам Всем своим, желаю постоянного увеличения аудитории Как можно меньше технических и финансовых проблем Все остальное у вас так прекрасно Роман из Владивостока Какая разница, часовые пояса И какое там время сидит, человек слушает эфир Получает от этого удовольствие Еще и успевает даже поздравить радиостанцию С днем рождения, что приятно Очень приятно Вот Андрей Архипов написал вот что Большой привет Владивостоку Вы знаете, группа замечательная, хорошие песни, душевно каминные Слушается очень легко и приятно Камин, вино, дождь за окном, а в колонках красота Вот только давит меня эта красота Это не связано ни с тем, что мне не нравится Мне реально очень легко слушать эту группу и эти песни Но они сегодня угнетают мое сознание Сижу и понимаю, что год прошел с момента первого эфира А я ничего не добился за этот год И даже не смог накопить денег на поездку в Москву на концерт 1 ноября Я, как и мы все, стали на год старше Приближая то, чего бы хотели Не хотелось приближать В общем, не хочу никого грузить своим настроением Но я еще раз повторюсь, группа отличная Обещаю переслушать сегодняшний эфир в другом настроении Но радио не выключу Мне очень нравится И это того, я не поплакаться все это написал Не думайте ничего плохого Мне очень хочется, чтобы Человеку было хорошо Чтобы не в хорошем настроении переслушать этот эфир А дослушать этот эфир и прийти в ином настроении Мы как-то постараемся сделать так, чтобы настроение улучшилось Как говорил наш Евгений Гришковец Ну, в общем, на самом деле Не грустите, пожалуйста Все, как говорится, так будет не всегда Даже когда все плохо, так будет не всегда И когда все хорошо, так будет не всегда К сожалению, да Вот эта вот фраза, она помогает нам как-то существовать Так будет не всегда А у меня есть другая фраза Все будет хорошо В любом случае, все будет хорошо И все будет именно так, как должно быть Просто по-другому быть не может А это уже как-то и мотивирует даже Я даже придумал хороший, можно, слоган Свою радио, все будет хорошо Нет, есть уже этот слоган У другой радиостанции С которой мы, в общем, равняться не хотим И не пытаемся, потому что это не наша история Наташа Барабанщикова пишет вот что Привет всем, снова промолчать не смогла Я, кстати, когда слышу «Цоя», то в мозгу поется «Пелемень» Вот потом понимаю, что это Это что-то уже не то, а уже все, уже поздно Ну, когда Цоевская песня про перемен, она поет про пелемень Ну, вот что вы сотворили с человеком Вот что вы сотворили с этой песней 46-47 — это короткий номер для СМС К ваших сначала пишите свои Пробельчик делаете А дальше уже, естественно, все, что хотели бы адресовать группе Либо по ходу эфира Вот, например, Стас Крутовский пишет на твою фразу Группа типа Арии завоевывает новых людей вполне себе старыми песнями То же самое и сплин, даже слот в какой-то степени Так что тут есть о чем подискутировать Ну, когда ты сказал, что новую аудиторию нужно завоевывать новыми песнями А ведь действительно есть масса примеров того, как молодое поколение Ну, в смысле, новая аудитория для группы Подсаживается на их творчество благодаря старым песням, хорошим Которые завоевали уже их родителей, возможно А у кого-то и дедов с бабушками Да, если так, это хорошо Просто на это ставку не нужно делать Это же уже вне зависимости Песни написал, и они живут И как-то где-то кого-то могут и завоевать Или влюбить в себя Но сидеть ждать, пока эти песни Сделают свое дело Глупо, как раз я считаю, что нужно делать что-то новое Не-не-не, а вот с этим-то я спорить не стану Это уж так Знаешь, прийти на свое радио и говорить, что нужно что-то новое Ну, в общем, это моветон, потому что у нас всегда все новое И мы всегда стараемся искать что-то совершенно неожиданное, неординарное и новое Кстати сказать, тут не так давно Человечек появился, ну, один из новых слушателей радиостанции Который задал вопрос, а чем она, то есть ваша станция отличается от других роковых радиостанций Я ему ответил тогда, ну, во-первых, слово «рок» выкиньте из лексикона, это первое А второе, интересно Во-вторых всем Во-вторых всем, да Вы станцию-то слушаете? Он говорит, да нет, только по записям Я говорю, так послушайте станцию, вы поймете Какое-то время спустя он мне отписался, да, извините, был неправ То есть нужно понимать творчество коллектива Нужно понимать суть радиостанции Нужно понимать суть процесса И тогда у человека не возникает вопроса, в чем отличие, например Или чем это отличается от другого Люди, когда хотят что-то искать Они всегда находят Хорошее либо плохое, все равно находят А когда человек привязан к чему-то, ну, как гвоздиком прибит Он может сидеть на одном и том же, что называется, наркотике Многие годы и не понимать, что их этих наркотиков-то огромное количество вокруг Выйди, посмотри, оглянись вокруг себя Откроешь массу интересного для себя Так, ну клёво, подгрузил Данил Артемьев, ну клёво, подгрузил За год тоже ничего не сделал К супу теперь водочка нужна Пишет Данил Артемьев Обязательно А может быть, действительно, ну как, человек думает, что за год ничего не сделал Потому что, видимо, у каждого есть своя планка Да, которая, ну, хочется, которая достигнуть А может быть, проходя мимо грустного человека, улыбнулся человеку Просто улыбнулся И человек передумал пойти в петлю лезть И ты не знаешь о том, что ты сделал для этого человека Мы ведь сами не понимаем иногда, насколько мы можем быть полезными Поэтому вот эти все реплики, что я за год не сделал ничего Тут надо еще посмотреть Это, как помните, такой был анекдот, когда в раю перед лицом Господа стоит человек Говорит, ну все-таки скажи мне, Господи, в чем был смысл-то моей жизни? Он говорит, так и не понял Говорит, нет, вот всю жизнь над этим вопросом бился И так и не понял Он говорит, ну вот вспомни, 74-й год, поезд Свердловск-Анапа Ну, хорошо, припоминаю Помнишь, на второй день ты пошел в вагон-ресторан Ну, допустим, да Вот там взяли солянку Да Из соседнего столика девушка попросила вас передать солонку Он такой, ну да, что-то такое припоминаю Вот для этого Ну что, шутка шуткой, но иногда маленькая, ерундовая, казалось бы, вещица Может сыграть большую роль Я все-таки хочу напомнить, что 1 ноября, друзья мои, сейчас обращаюсь к аудитории Мы ждем вас на юбилейном, ну сказать правильно, праздничном концерте, посвященном годовщине Первому году существования, жизни, вещания, радиостанции и свое радио Произойдет это все в клубе Вольта Осталось всего ничего, неделя какая-то И вы уже сможете насладиться тем мероприятием, которое мы для вас готовим Там выступают для вас группы Nobody Wanda, МЦ, Артерия Коль Гринько и группа Green, Оберег, Мордор, Чеханте Ну и одна группа, которую мы держим в секрете Но уверяю вас, это абсолютная бомба И те, кто придет, убедится в этом, как только они появятся на сцене Малаган-димитат Вот она, пригодились Ну и, соответственно, еще несколько сюрпризов, очень любопытных Мы их тоже не озвучиваем И эти сюрпризы, я тоже убежден, абсолютно однозначно вас порадуют, удивят И даже где-то, может быть, и восхитят В общем, мы стараемся делать все возможное, чтобы этот вечер прошел не зря 1 ноября, 18 часов начала В 17 сбор гостей И, само собой, естественно, напомню, Клуб Вольта У нас либо в микрофон, либо молчи Ты же понимаешь, я вообще не понял, что ты хотел сказать Сейчас Юля как-то мне машет руками Напиши, пожалуйста Я не понимаю, почему ты не можешь В чем проблема Ну, что-то не туда нажало, видать Что-то хотел сказать, ну ладно, в паузе потом скажешь Я повторю, если надо Это очень серьезно, если важно, то я повторю 1 ноября, Клуб Вольта Еще раз напомню, начало в 6 часов Ждем вас всех Видеотрансляцию вы сможете смотреть Если вы не из Москвы, это важно Москва будет отсечена от видео Мы просто хотим вас всех видеть лично А знаете как, я видео посмотрю Если вы не в Москве, то да Но, тем не менее, если вы москвич, то вам, в общем-то, составит труда добраться до Савеловской Это совсем недалеко Ну, а 30 октября В ЦДХ выступает один очень любопытный музыкальный коллектив Составляющий из себя цвет музыки Не только, я бы сказал бы так, Екатеринбургской, Московской, вообще российской Случится это, да Это коллектив, для которого картинки рисует прямо на выступлении сам Макаревич На секундочку И коллектив называется Ромарио Это случится 30 октября В ЦДХ 30 октября в ЦДХ Мы сыграем 15 наших главных песен Со струнным квартетом И одну из этих песен хотели бы сыграть сейчас Она входит в 15 наших главных песен Потому что она легла в основу альбома группы Ронда Александра Иванова Которую они записали на 8 наших песен За что бесконечно благодарны Саше И вообще группе Ронда И Егору Жирнову И Диме Рогозину Всем большой огромный привет Всегда передаем Потому что у нас уже что-то такое Есть незримая связующая пожизненная нить Между нами пролегла со времен того альбома И вот за главную песню альбома Это был я Хотели бы сыграть сейчас Естественно она будет играться и в ЦДХ А я хочу от себя добавить Что те кто знают эту песню в исполнении Иванова Ну и собственно группы Ронда Вы должны знать что это песня Ромарио Чтобы сейчас не было разговоров Это группа Ронда Да поет ее группа Ронда А написал Роман Лугавых Поехали? Поехали Поехали Расплываются краски вдали От уныния и душевных мук И нежелание летом вернуться в родные края Но ты прошла не касаясь земли И случайный прохожий замер вдруг Он подумал что мог бы стать лучше И это был я И с тех пор он с тобою везде Он идет словно по стеклу по соль Исполняя желания твои И секреты храня Ты мечтала всю ночь о дожде Он упал на ладонь твою слезу Ты подумала что это чудо А это был я А ты подумала что это чудо Не сказав ему даже прости Прошивала глаголами насквозь Он пришел в себя только в начале воскресного дня От страданий желая спастись Вынимал из руки последний пусть И с тех пор его больше не видели Это был я Но с тех пор его больше не видели Расплываются краски вдали От уныния и от уныния Душевных мук И нежелание летом вернуться в родные края Но ты прошла не касаясь земли И случайный прохожий замер вдруг Он подумал что мог бы стать лучше Это был я Аплодисменты Аплодисменты Всегда пожалуйста тебе спасибо За то что ты делаешь с людьми За то как ты переворачиваешь сознание За то как люди реагируют на твое творчество Вот народ пишет у Иванова вообще есть свои песни Спрашивает Кирилл Дейнек Ну есть наверное — Я буду помнить! Это, кстати, авторство Саши. — Значит... Так. На тему того, что все получится во что бы то ни было, мы когда-нибудь с неблагополучными гражданами, с настоящими бомжами, когда-нибудь серьезно общались, я общался, был пример неповторимого пути сверхов богатства к тем самым низам. Это сообщение, по большому счету, ничего не значит. И я его удалю. Просто ваш оптимизм всем оптимизмам, оптимизм, которому любой позавидует. Хорошо бы все было только так, как мы хотим. — Александр Сазанов пишет. — Александр, спасибо. Мне навсегда уже запало в душу, и жизнь у меня разделилась на «до» и «после». А вот я запомню навсегда выражение «серьезные бомжи» с серьезными бомжами. — А вот Александру я отвечу немножко... Ну, сегодня праздник у нас, год радиостанции, имею право. В 90-х, это конкретно 96-й и 7-й год, ваш покорный слуга был владельцем целого холдинга. Правда, не в Москве, а в городе Краснодаре. Еще с двумя партнерами мы владели двумя радиостанциями. Одна из которых была ретранслятором из Москвы, а вторая вот называлась «Новая радиостанция», которая до появления радиостанции «Наше радио» в Москве крутила всю эту музыку благополучно в городе Краснодаре. И тогда уже я увлекался именно этим музыкальным течением. Так вот, в свои 30 лет... Тебе 30? — Да. — Слышишь, а мне в 97-м было 30. Так вот, в свои 30 лет я отмечал следующее событие. У меня уже был сын, красавица-жена, что называется дом, ребенок. Я был миллионер, долларовый миллионер. То есть мы втроем, три владельца, бизнес стоил очень дорого, потому что это было достаточно серьезно и бескровно. Что удивительно, мы подняли бизнес без всяких там этих... Вот этих дел. Он был другой. И вот пришел Кириенко в 98-м году со своими дефолтами, ну, со своими реформами. И все накрылось не просто медным тазом, а тазом медным созвоном. Это я сейчас рассказываю Александру, который спрашивает, не общался ли я когда-нибудь с настоящими бомжами. Так вот, один из моих партнеров через год после этого умер, просто сердце не выдержало, потому что он год как-то жил после этого всего, а потом скончался, будучи самым старшим среди нас, Витя Кожанов был замечательный человек. Второй ушел из этого бизнеса вовсе. А я дал слово, что никогда больше бизнесом, никаким другим в этой стране заниматься не буду. Так вот, когда люди теряют то, что потерял я, они не бомжами становятся, они стреляются. Потому что это реально очень тяжело. Отвечаю теперь Александру. Так вот, те, кто скорбит по поводу потерянного, никогда нового не обретут. Нужно так же легко расставаться с тем, что у тебя есть, как легко приобретать. Чем легче ты отдаешь, тем проще тебе потом добывать заново. И нехрен плакаться. И рассказывать о том, как у меня было все круто, а теперь я бомжую, потому что я все потерял. Человек хочет жить так, как он живет. Он хочет быть бомжем. Он будет бомжем. Не хочет быть бомжем. Он станет песней петь, и станет Ромарио. Правильно? Да, правильно. Вот и все. Я даже новую песню вспомнил. Какую? Про день рождения. Споешь? Да. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня. Я никогда ее не пел. Прекрасная возможность зафиксировать ее аудиовизуально. То есть получается, это мало того, это не просто премьера, это супер премьера. Как всегда, живой звук. Поехали. С днем рождения своего радио. Спасибо. Поехали. Сотни чудес, тысячи глаз, в твой день рождения. Словно воскрес, жизнь удалась, но в сновидениях ты бежишь домой. Поехали. 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 Майских дождей, но в сновидениях ты летишь домой. Там весь май дожди, там покой в груди, класс восьмой и целая жизнь впереди. Ты плывешь домой, словно Одиссей, сквозь дворы друзей, Бог ты мой. Где же теперь они все? Сотни чудес, тысячи глаз, словно воскрес, жизнь удалась. Браво, спасибо тебе огромное. Спасибо. Браво, браво. Я подытожу, я сейчас буквально еще одно слово скажу, чтобы как-то не было ощущения, что чайка тут жал. Нет, я-то рассказывал об этом только для того, чтобы дать понять людям, что позиция по жизни бывает разная. Можно относиться ко всему всерьез настолько, что действительно теряясь, считать это катастрофой. А можно относиться к этому гораздо проще. Ну, потерял, значит, так было придумано кем-то выше. Значит, так было надо. Главное, что ты успел за это время что-то сделать, получить какой-то опыт, дать этот опыт другим. Ну что, ну бывает. Вот Максим пишет вот что. А я вот теперь пельмени хочу. Самолепных. А нет ли песни про кефирчик, который что-то жрает на ночь очень вредное, я слышал? Есть, но в другой уральской группы. Там пол-батона присутствует. Да-да-да-да. Да-да-да, кстати, было удивительно сегодня получить поздравления от продюсера этой группы, с которым мы давно дружны. Но есть определенные, мягко скажем, факторы, которые публично такого рода поздравления я не ожидал. Факторы, факторы не соприкосновения. Да-да-да, не стыков. Но, тем не менее, он это сделал. Если он вдруг услышит этот эфир, спасибо тебе, Дим, большое. Да, Дим, спасибо. Искренняя благодарность. Мы очень, очень душевно выпили в пятницу. Совершенно случайно. Увиделись и... Причем потом уехали в другое заведение, а он там только оказался. Начали в его, закончили не в его. И когда увидели, там понял, что мы правильно сменили место. Если хозяин того заведения, где мы начали выпивать, переместился в то... В общем, да, Дим, спасибо большое за поздравления Семену. И вообще, мы тебя все очень любим. Ну, мы не будем раскрывать. Те, кто понимает, о ком речь, то, в принципе, этого достаточно, достаточно, не называя фамилией Дмитрия. У нас осталось браться с вами 15 минут совсем немножко. Давайте, может, успеем две песни за это время. А мы за это время спеем и три. Вопрос в другом. Я просто предупреждаю, что время-то летит неожиданно быстро. А я сейчас наблюдаю через стеклянную нашу дверь, что заходят и заходят люди с пакетами. И причем чем дальше, тем все больше и больше становится этих людей. Я так полагаю, что сегодняшний вечер, он еще только впереди. То есть мы не увидимся сразу после эфира, мы еще останемся, да? Я полагаю, да, что мы можем до конца эфира уже не увидеться, судя по тому объему, который здесь. Ну, все-таки праздник. Как приятно, черт возьми, когда на этот праздник собираются хорошие люди. Вопрос у меня вот какой. Когда говоришь ты о дне рождения, что, да, вот это выступление, скажем, 30-го числа, когда у тебя дне рождения? В августе. А как же тогда? 12 августа. А почему же тогда это приурочено к дню рождения? Это приурочено к нескольким дням рождения. 30, 10, 15. Да-то 30 лет мне, 10 лет группе. И не обязательно же, ну, в общем, такой год получился. И поэтому дата была красивая, 30, 10, 15. 30 октября 15-го года, когда мы сможем. 30 лет мои, 10 лет группе и 15 песен спеть. Понятно. Станислав Павлов рекомендует нам трансляцию не отключать. Да нет, трансляции-то там из редакторской нету и не будет. Так что отключаем и не отключаем. Каюсь, благодарю, благодаря Ромарио. О, как, вот моя вот обратная история. Ольга Тихачева пишет. Каюсь, благодаря Ромарио узнала свое радио. Ребята, спасибо за настроение и хороший вечер. Кто-то узнает вас благодаря нам, кто-то узнает нас благодаря вам. Вот такая вот... Это называется кросс-промоушен. Да, это называется поддержка. И это здорово, что есть, ну, скажем так, возможности познавать друг друга благодаря хорошим людям. Вот Ольга Тихачева, судя по всему, человек хороший. Ну, по крайней мере, написала такие добрые слова. Это же приятно. А что каяться-то? А что каяться, Ольга? Ну, а что каяться? Всяко бывает. Мы же о себе громко не заявляем. Зато могу похвастаться совершенно искренне, что за год работы радиостанция, работающая в интернете, имеет... Пардон, нет, не то слово. Знаете, как в том анекдоте, да? Говорят, что Первый канал имеет свою аудиторию, хотя это должен был бы ее развлекать. Так вот, у нас 150 тысяч аудиторий в неделю, а я считаю, что... Да, более того, не просто я считаю, это нормальная статистика. 150 тысяч людей, слушателей в неделю для интернет-станции, это очень круто. Коробки заносят какие-то. Я не пойму, эти люди заносят что-то в студию или выносят что-то из студии? Я вижу... А, пришел ребенок, говорит, а Семен выйдет. Ребенок пришел, да. Да пусть мяч скинет. Я просто вижу людей, мелькающих за стеклом, какие-то коробки туда-сюда. Братцы, может быть, нас уже там... Лиза, сходи, посмотри, пожалуйста, детка. Я просто хочу... Я хочу успокоиться, потому что меня немножко начинает нервировать уже. Давайте попоем еще. Поем. Давайте, что это будет? Целуть. Целуть. А-а-а. Я уже знаю, что это будет за песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня Ромарио. А-а-а. Заработан микрофон для пения. От шума и пыли больших городов, А может быть, от собственной беспечности, Мы словно забыли про то, что любовь, Мгновение, оказавшееся вечностью. За нас утверждают маршруты пути, Оправдывая шабаш всякой нечисти. Но в нас побеждает желание найти Мгновение, оказавшееся вечностью. И жизнь, как обычно, летит мимо нас, А нам, как всегда, говорят не о том. Но если мы счастливы здесь и сейчас, То мы будем счастливы там и потом. В городе счастливых людей Не надо ни часов, ни машины, Там просто никогда не спеши, Успевая везде. В городе счастливых людей, Где чувства умножаются на три, Все ходят каждый вечер в театры, А на утро в музей. Ведь жители того городка Знают то, что жизнь городка. Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно. Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь медленно. В городе счастливых людей Все девушки красивые внешне, В нем столько доброты И, конечно, гениальных идей. Ла-па-па-па-па-па-па В городе счастливых людей Светлее песни новых мудмиров, Роднее продавщица пломбиров, А пломбиры вкусней, А пломбиры вкусней. Ведь жители того городка Знают то, что жизнь городка. Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно. Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь медленно. Ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно. Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, но целуйтесь медленно. С днем рождения, дружите преданно. Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, Ла-ла-ла-ла-ла Дружите преданно. Ла-ла-ла-ла-ла Прощайте быстро, Ла-ла-ла-ла-ла Любите искренно, дружите преданно. Прощайте быстро, но целуйтесь медленно. В городе счастливых людей. Людей. Спасибо. Красиво, черт возьми. Очень красиво. И всякий раз я уже перестал удивляться, как время пролетает в программе «Живые». Перестал этому удивляться, потому как два часа, фу, как мгновение исчезает. Но, тем не менее, время уходит. Нет, Рома, три не будет. Это не я, Рома. Это еще есть Рома. Есть правила, и правила мы не нарушаем. Ни в каких, ни при каких условиях. Но только уж если уж действительно что-то произойдет. Архи. Может, три часа, спросил Сергей Галадин, своего бас-гитариста, на сольном концерте. Знаешь, тут есть одна закавыка. Вы, конечно, запиндюрили уже такую запиндю интересную, вот тот самый, то самое Папури. И в это Папури попала песня, на предмет которой, что Юля, что Лиза, вот эти две барышни в студии, начали подвывать. Как же так? Неужели ее теперь в полном виде не будет? Почему они ее исполнили в Папури? Ну, как такое может быть? Без этой песни никак нельзя обойтись. А у нас другая песня на финал. У нас же одна песня осталась. Ты понимаешь, можно две? Мы успеем две. Как, мы залезем на третий час? Никуда мы не залезем. Семь минут у нас. Мы можем просто... Семь минут, это у нас... Семь минут, это только, знаете, вступление в группу аукцион. Что это за песня у вас такая на семь минут? Понял. Ладно, хорошо, не будем мы этого делать. Уже все очевидно. Все, девочки, вы ее услышали хотя бы частично. Давайте тогда не будем травить. Мы ее потом в той комнатке... Отдельно. Да, мы ее сыграем, акапельно споем. Вот и все. Спасибо. Ну, ты сам это сказал, имею в виду. Я же за язык тебя не тянул. Конечно. За язык я тебя не тянул сам. Ты это сделал. Надо вот что еще. Подводя некую черту, вместе с ребятами из группы Ромарио, я вот что хочу сейчас в эфире произнести. Я хочу сказать... А, сегодня день такой. Все-таки день рождения. Завтра уже будет нормальный день, обычный. Завтра будет улетаемое похмелье. Рабочий, да. Сегодня все-таки праздничный день рождения. Я хочу сказать спасибо аудитории своего радио. Вот тем людям, которые с нами в течение этого года, тем людям, которые растут вместе с нами, тем людям, которых становится все больше, благодаря и музыкантам, то бишь и вам, потому что вы звучите в ротации, потому что вы приходите в живые эфиры для того, чтобы показать свое творчество. Я хочу низкий практически в землю, земной поклон отвесить всем тем, кто с нами в течение этого года. Я считаю аудиторию своего радио уникальной, очень светлой, чистой. Ну, попадаются, конечно, какаши, но эти какаши, они скорее вот как неизбежность. Они есть, безусловно, но в большей части, 99,9% люди, которые привязаны, теперь уже вот, как оказывается, сильно привязаны к эфирам своего радио, это люди достойнейшие. И это люди, на которых следует равняться. Это люди, на которых хочется быть похожим, потому что рассуждения многих и меня повергают в уныние, потому что я бы такого не сказал. Не смог бы. Вот человек пишет что-нибудь, я думаю, блин, почему это не я это сказал? Насколько надо обладать мозгом, насколько нужно обладать уровнем и развитием, чтобы сказать такие слова. Также я хочу сказать спасибо одной очень светлой группе людей. Это группа, которая была организована Кошка и Сашка. Есть такая замечательная музыкант, певица, группа Кошка и Сашка. Эти люди составляют из себя добровольное общество, если хотите, поддержки радиостанции. Так как у нас нет рекламы, так как, ну, не потому ее нет, что вот мы не хотели бы, а потому что ситуация сейчас такая, и они нас спасают просто, собирая периодически некоторые суммы, ну, достаточные для того, чтобы станция могла жить, для того, чтобы станция могла оплачивать аренду, для того, чтобы станция могла оплачивать софт профессиональный, которым мы пользуемся, для того, чтобы станция могла, ну, как-то оплачивать свою жизнь. Спасибо вам, ребята, огромное. Это действительно дорогого стоит, и такое сотрудничество, оно, видимо, случается только раз на миллион. Ну, потому как такие вещи просто так не происходят. Мы искренне благодарны всем вам, ну, просто потому, что без вас мы бы не состоялись. И не было бы этого года счастья, подчеркну, и трудностей, но и все-таки счастья, который уже закончился. Мы тихонечко выходим во второй год, будем надеяться, что он будет таким же продуктивным. А вам надо пить, заканчивая сегодняшний эфир. Ну, уже я три минуты проговорил с твоей увертюрой, поэтому перейдется на четыре минуты перейдеть. Да, придется начинать. Сообщу, что завтра в программе «Жилые группа после 11», которая тоже была, между прочим, в том концерте, открывавшем эфир своего радио. А ты теперь говори, чего хотел. Спасибо большое, друзья. Своей радио еще раз с днем рождения, не устаем повторять. Всех ждем 30 октября для разминочки. 30 октября в ЦДХ на нашем юбилее, а потом уже 1 ноября. В Вольте. Улетаемые похмелья в Вольте. Своей радио. И там уже догонитесь по-взрослому. Спасибо. Чем закончите? Спасибо. Песня называется «Будь со мной», «Калямба». Еще раз дам их спать. «Калямба» Артем Вячеславович Сергеев, Саня Фомин и Александр Лепешкин. За звуком. Главный человек все-таки Роман Мургава. Главный человек Александр Лепешкин. Нет. Если по его воле мы можем прекратить свое звучание в любую секунду. Это вы можете по моей воле. Уровень бог. Главный здесь я. Все. Даже Саша ничего не сделает. Ты понял, да? Ладно, давайте петь. Всем пока, до завтра. Будьте здоровы. Нет ничего, только наша память. Несколько важных слов, да и те обман. Нет ничего, что могли бы оставить. После того, как мы все уйдем в туман. Но я прошу тебя, будь со мной. Даже если обречен этот путь. Будь со мной, чувствуя мое плечо. Просто будь. Просто будь. Нет ничего, кто-то смог смириться. Кто-то сыграл на все и ушел в туман. Но я прошу тебя, я прошу тебя, будь со мной. Даже если обречен этот путь. Будь со мной, чувствуя мое плечо. Просто будь. Наш ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла С днём рождения в своём радио! Поздравляет группа Ромарио! Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла Спасибо, друзья, что слушали нас! Ла-ла-ла, ла-ла-ла Давайте, друзья, встречаться Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла Немного чаще, чем раз в жизни Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла И тут я понял, почему эта песня длится 7 минут Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла И меня это никак не расстроило Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла Хотелось, чтобы она продолжалась и продолжалась Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла Только ради вас Своё радио Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла 재밌ко, чтобы она продолжалась